Если есть трость, я могу дополнительно ориентироваться. Чувствую, что столик. Что-то есть, какой-то предмет, что-то мешает. Ориентироваться и чувствовать себя в городе более комфортно слепым и слабовидящим жителям Владивостока Инна Вербицкая помогает без малого год. С проблемами и трудностями незрячих горожан она столкнулась несколько лет назад, когда сама потеряла зрение. Передвигаться по улице без чьей-либо помощи Инна не могла, а правилам обращения со специальной тростью в городе нигде не учили. Помогать себе и другим пришлось самостоятельно. Так во Владивостоке появилась первая школа, где слабовидящие и незрячие люди учатся пространственной ориентации. Можно сказать, что будет промежуток сантиметров 15, например, 20-25. Эти ориентиры помогают слепому сориентироваться, как ему надо правильно шагать. Недавно за помощью в школу «Белая трость» обратились сотрудники социальной службы «Приморья». Для них Инна Вербицкая подготовила специальный курс «Знакомство с миром слепых людей». И сегодня учат их способом общения и правилам сопровождения незрячих и слабовидящих горожан. Как к ним обратиться или помочь в случае необходимости, важно знать и тем, у кого нет проблем со зрением. Человеку, имеющему серьезные ограничения по зрению, конечно, всегда нужна помощь. Сопровождающих это может быть как просто любой прохожий, это может быть знакомый, это может быть родственник. Ну, это кто угодно может быть. И от того, как правильно это сделают, в общем-то, человек доберется до места, не будет травм. Это вообще будет помогать взаимодействию слепых людей и зрячих людей. Курс школы «Белая трость» для зрячих горожан делится на два этапа – теоретический и практический. Все правила сопровождения, нюансы общения со слабовидящими и слепыми ученики отрабатывают на мастер-классе. Сегодня школа сотрудничает с различными организациями. Помимо соцслужбы Приморского края в списке – Приморская картинная галерея и музей Арсеньева. Я надеюсь, что, возможно, мы скоро это будем проводить и для родственников, у которых есть люди, имеющие ограничения по зрению, потому что тоже очень важно, социально-бытовая реабилитация дома, она очень важна. Подобных планов у Инны Вербицкой немало. Помощь незрячим и слабовидящим гражданам в абсолютно разных сферах жизни требуется всегда. Однако реализовать задуманное без собственного помещения финансирование школе «Белая трость» очень сложно. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.